Это твой выбор. Под нашими предками нужно всегда помнить, что как минимум несколько родственных арийских племен – это скифы, сарматы, тохары, саки, тиграхауды, иранцы, древний Иран, кубанцы, масса истории Макуркасаи, и сами желаны, то ты поймешь, что и скифы, например, и сарматы не были. Вот эти все кресты, что вы знаете, это солярный символ. Или крест – это солярный символ, это тот же крест, только в движении. И вся скифская культура на основе этого символа, солярного символа. Это наш духовно-религиозный древний символ арийский. И в основном наши предки именно однобожие, семибожие почитали, но всегда знали, что такое единый Всевышний, единое начало. И, знаете как, это очень тонкий вопрос. Даже то христианство, которое было, то несли, это вообще другое было. Ария димма хастерат. И по политическим причинам мы многие взяли. Но оно тогда и ближе, сейчас, как пошло, на путь технологический, путь развития биомонотехнологии, тендерта. То есть еще сильнее. Если мы знаем, что по нашим традициям эволюция шла от тонкого духовного, от духовной сущности, тонких тел, семи тел, до грубой материальной формы, до нас, то теперь дальше идет. Еще вот, как фантасты описывают, роботизация, биороботы, искусственные, вот это все туда идет, продолжается. И та религия, что была даже тогда, то христианство, и далеко от того, что Адам от Ардзама хастераттанца. Они были ближе к природе. А сейчас все в смартфонах, они в другие сеты, еще глубже. Мономатрица куда? Вот как в компьютерные игры играют, там в другой мир ушли, подсознание, с осознание демифовое, в играх. И они вот так перекочевывают, их сознание находится и на феталталка Тарзуртонца, в Мангдуине. То есть этот мир считается на самом деле иллюзорным. А теперь, представьте, создают компьютерную сеть, игры и туда уходят. Сознание и там находится. То есть сознание находится и в этом мире, в том мире, во снах мы бываем. В общем, представляете? И вот то, что 7 февраля было, ритуал пробуждения Духа Асса, это именно для этого делалось, чтобы осознать, кто мы, свое я, свою духовную сущность, кто мы есть, кто наши предки. Носителями какой духовной культуры, религии они были. И через это самосознание, через свое я, дахенкарнджи надо. Это и понятие священной вести, дэнкарн называется. Это очень тонкие моменты и настолько тонкие. Даже вот я сказал, что то христианство было далеко от того, что сейчас. И сейчас та религия тоже зависит от личного опыта каждого человека. Допустим, если человек ходит в святилище и не видит, что за объектом своего поклонения, пребывания, концентрации, на самом деле стоит вот единый Творец и все его проявления, и он как робот ходит, концентрируясь только на одном предмете, то он идолопоклонник. Потому что каждый человек через свое живое сердце должен понимать, осознавать, что на самом деле храм Всевышний, там, где он находится, и все есть разное его проявление. Вот то, что мы называем арт, огонь, наш самый культ огня, огонь – это дух, наш дух, вот энергия. Мы есть вместе один, единый дух. Это у нас вместе, нашего народа, этот дух называется Уаш-Стрджи. Уаш-Кирги. На данный момент мы разобщены идеологически разными, разная технология, чтобы вот это наше единство, чтобы нас вот так разделить пополам. Вот эти все идеологии мы впитали западные, которые к нам пришли. И вот этот единый дух Асса, Уаш-Кирги, у нас сейчас... И вот то 7 февраля ритуал, который мы совершали, вот именно это пробуждение единого духа Асса. И много фейков было там, лампочки какие-то. Вот Аллах Мамив насчет этого говорил. И многие начали говорить, что никакого чуда не было. А что вы ждали? Сам человек есть одно из чудес. Нет никаких чудес. А дай маккану я царь. И вот в чем суть этого. Это прежде всего искра в нас самих. А этот ритуал делся, чтобы нас объединить, пробудить. Вспомнить, кто мы, кто наши. Потому что люди понимают, что в хаосе, где нет порядка, там нет будущего. Там нигде нет единства. Без корней ты никто. Без духовных корней ты никто. Если ты обрываешь связь с прошлым, у тебя нет. Но ведь это у нас крови, жизнь продолжается. Это история, наши предки. Они у нас крови, в наших сердцах. И вот тот современный мир, куда идет. Ладно, мы бы продолжали, как делали все, как просто живут. Вот как все на бытовом уровне рассуждают. Живи себе никак. Ну, вы же понимаете, что все события, которые происходят в мировой политике, вокруг нас тот же коронавирус, другие. Мы понимаем, что на самом деле, что под этим все? Это завоевание мира народами, душами, можно сказать. Вот этот единый коллективный дух у нас, что называется, у Астерджи. Чтобы подменить его другими идеологиями. Это борьба идеологии. И все религии, и завоевание народами. А мы именно те Алланы, те Алланы из всех Аллан, вот что есть, вот, были, которых знал весь мир, ассимилировались в Италии, Асуты, в Монголии. И мы единственные те, кто не поддались никаким завоевателям, не ассимилировались. Мы сохранили, мы те самые. И мы за какой-то короткий период все это многие потеряли. То есть проблема нашего народа, прежде всего, того, что у нас сильно вот этот дух сбит, так можно сказать. Вот эта идеология, все к нам пришло из Запада, они под корни нас срубили. Чтобы народ завоевать, нужно, что у него отнять? Духовные корни, связь с прошлым. И когда этот под корень обрывается, у тебя нет будущего. Ты живешь чьими-то идеями, ты раб чьих-то идей, планов, и все, тебя нет, ты как живешь, ты существуешь. И вы сами, это многие из вас хорошо понимают, чувствуют, что у народа сейчас на психическом уровне, если в целом взят, он в позиции жертвы. Вот когда жертва в нору забегает и в страхе ожидает своей смерти от змеи, например. Вот у нас такое. То есть нас уже запрограммировали программу на самоуничтожение. Люди в ожидании второй волны коронавируса там. То есть вот когда, как я всегда говорю, один зазывал, и у всех цепная реакция. Начинают зевать. Здесь та же самая ситуация. И народу нужно обернуть бедствие в победу, подняв вот эту искру, которая еще осталась у многих, холана, стин, нужно ее. Вот этот ритуал для этого проводился 7 февраля, чтобы пробудить дух, чтобы они вспомнили, чтобы устремить их дух, зажечь в них искру, чтобы не позиция жертвы у нас была, а хищника. Мы забыли, что у нас на гербе символ хищника, символ царской власти. Это Барс. И вот если мы эту программу включим на победу, то и поменяется у нас положение. Нас дух сильно сбит, понимаете? И над этим хорошо издревле работают, поверьте мне. Психиидеология, психотеррор, пищевая война. Очень много разных технологий. И вы это лучше меня знаете, понимаете? Но одно дело, да, говорит, понимать. Другое дело, что-то предпринимать, делать. И включить надо наши самые такие мощные резервы, таланты. Надо всю нашу молодежь дать им понять, что жизнь это не просто как марионетка, ты живешь просто. А дать им понять, что на самом деле происходит. И пусть они все свои дела обернут того, чтобы посвятить. Это всегда так в истории было. Этим-то мы и гордимся своими предками, скифами, сарматами, аланами. Все же не просто так было. Они всю свою жизнь воевали, меч в руках держали. У них была кастовая система. Ах да, каждый свое место знал. И без слов друг друга понимали. Рафаэлла вместо тысячи слов. Поэтому у нас и был народ непокоренный, независимый. Мы сами могли только позволить кому-то там. и могли договориться нормально. А сейчас тебя кто слышал? Или...